всем привет сегодня хочу поделиться с вами нашей новостью мы с моим родным братом купили нашим родителям квартиру квартира в новостройке в жилом комплексе видный город недалеко от города видно и где мы и живем мы покупали эту квартиру весной 2017 года на стадии котлована а ключи получили в этом году в ней еще не сделан ремонт но у нас уже готов дизайн-проект и сегодня я впервые побываю в этой квартире и хочу показать ее и вам так что всем приятного просмотра вот здесь я так понимаю слева от лифта будет колясочная такое помещение я так понимаю что здесь можно будет ставить какие-то коляски или наверное велосипеды оставлять вполне себе можно здесь что-то оставить и сразу уже выход но закрыты сейчас короче сразу выход на улицу а вот это выход на другую сторону то есть как получается что в подъезд можно зайти с двух сторон закрыт ну или нет сейчас посмотрим а это выход во внутренний двор я так понимаю он закрыт потому что еще идет стройка двор они благоустраивают очень удобно на что выход на обе стороны как бы и где машина паркуют и с другой стороны выход на детскую площадку вот здесь наверное будет консьерж сидеть а это я не знаю что это за помещение они вообще закрыты ребят показываю вам квартиру от входа вот это я только зашла здесь нет никаких перегородок пока здесь просто так положили наметили где можно расположить перегородки вот единственное санузлы уже ограничили перегородками вот это будет ванная она не большая но здесь поместится стандартная ванная метр метр семьдесят давайте сюда зайду здесь будет так я не помню как у нас по моему здесь будет раковина здесь будет стиральная машинка или наоборот ну короче ванна раковина и стиральная машина с корзиной для грязного белья и это будет туалет он такой достаточно глубокий потому что вот у нас в квартире он не глубокий туалет потому что там у нас короб где располагаются всякие инсталляции а здесь такой туалет достаточно глубокий и здесь вот ниша для всяких труб она находится как бы сбоку из-за этого вот здесь пространство не сжираются очень мне нравятся такие арочные окна и смотрите здесь за окнами есть такой французский небольшой балкон мне все говорили что это балкон для кондиционера но вот вы знаете я сейчас смотрю сюда да он небольшой но все равно вот эта коробка от кондиционера она не займет все пространство мне кажется что сюда еще что-то можно поставить что можно хранить под открытым небом чтобы не занимало место в квартире мне кажется вполне в соседних корпусах видела что многие на такие балкончики ставят красивые растения цветы в общем очень-то красиво они смотрятся и окна в принципе неплохо сделаны мне кажется окно вот это нет смысла менять вообще мне очень нравится вот такая форма окон вот эти полукруглые откосы сейчас сделаю такое проветривание очень аккуратно они достаточно сделали откосы и подоконники низкие вот я привыкла у нас квартире подоконники высокие а здесь низкие и и я так сразу же с на будущее смотрю что можно будет тоже очень красиво оформить зону подоконника какой-то декор поставить да особенно перед новым годом можно будет что-нибудь красиво украсить даже знаете фотосессии красивые проводить на фоне окна с таким широким подоконником можно сесть сюда спокойно в общем классно мне нравится такие низкие подоконники насчет батареи я не знаю мы решили менять или не менять что-то не помню вот и вот это будет зона кухни тоже и примерно так отделили до выделили эту зону кухни вот здесь вот у нас будет кухня буквой г то есть идти вот так и заходить сюда наверху тоже будут шкафы а вот здесь вот решили ставить холодильник вот здесь вот и встроенную микроволновку вот а вот уже с этой стороны будет стоять стол со стульями и еще хотели поставить небольшой диванчик раскладной то есть чтобы допустим если там кто-то остается на ночь до или если кто-то захочет на кухне посидеть можно было диванчик разложить стол сдвинуть диванчик разложить и посидеть там отдохнуть вот вы знаете сейчас я сюда приехала в квартиру и честно говоря мне кажется что наверное диван все-таки не стоит здесь ставить мне кажется что все-таки нужно сюда поставить стол со стульями а диван у родителей будет стоять в комнате и еще будет маленький диван стоять на лоджии здесь мне кажется все таки не стоит ставить диван но не знаю это будет все видно уже по месту кстати мы уже поменяли дверь смотрите такую выбрали дверь с большим зеркалом это я привет очень классное зеркало мне вообще нравится когда во входной двери зеркало в полный рост во первых тебе не нужно заморачиваться чтобы там делать зеркальные шкафы или где-то еще зеркало ставить хотя родители все равно хотят вот здесь вот небольшое зеркало чтобы можно было накраситься вот но очень классно да что ты оделся уже перед выходом посмотрел на себя в зеркало и спокойно пошел на улицу вот и давайте покажу вам еще лоджию я так поняла что это не балкон что это все таки лоджия очень понравилось мне здесь лоджия тут такой порожек мы хотим здесь сделать полностью стеклянную дверь чтобы стекло было до самого низа во первых так визуальнее больше смотрится пространство да что ну как бы будет стекло короче вы поняли порожек здесь наверное не помню порожек мы решили убирать или нет смотрите вот такой балкон мне кажется здесь будет очень уютно во первых это кирпич да не панели мне кажется кирпич он как-то на тепло сохраняет лучше мы хотим здесь поставить диванчик языке а такой небольшой здесь будет стоять старшер и напротив диванчика будет стоять по моему тумба мы решили и на ней телевизор ну так же можно здесь допустим сделать кабинет да вообще мне кажется это лоджия спокойно может использоваться как отдельная комната мы хотим ее утеплить вывести сюда розетку и поставить здесь батарею чтобы эта комната тоже была теплой так что мне кажется вполне здесь можно даже ночевать или устроить себе кабинет в общем я вот сейчас здесь нахожусь и прям здесь очень уютно давайте сейчас окно откроем вместе с вами посмотрим какой здесь вид из окон смотрите уже сделали детскую площадку мне очень нравится какие здесь детские площадки мы уже в соседних корпусах где люди живут гуляли уже там полгода назад прошло осенью гуляли и вообще знаете вот эти дворы внутренние они такие уютные прям классно машину сюда не не заезжают дети спокойно могут здесь гулять в общем классно мне очень нравится смотрите и то что застройка не высокая нету да вот такого нагромождения как во многих сейчас жилых комплексах строят такие высокие дома и как-то даже дышать тяжело вот здесь нет здесь такого нету очень уютно очень классно мне нравится здесь на кухне тоже подоконник низкий тоже его можно использовать мы будем использовать все по максимуму чтобы пространство не пропадало низкий и широкий да то есть можно сюда что-то поставить что-то очень классно организовать здесь в комнате у родителей планируется шкаф вот такой вот как бы во всю стену они захотели зеркальными дверцами хотя когда девушка разрабатывала нам дизайн проект я говорил что зеркальные дверцы не очень удобны да они постоянно заляпываются но родители хотят именно зеркальными дверцами поэтому будет так как они хотят ну что ребят вот такая квартира показываю вам да и нас сегодня у нас 23 мая я очень надеюсь что концу лету квартира уже будет отремонтирована и что осенью здесь родители уже смогут жить конечно нам всем очень бы этого хотелось ну а там как бог даст мы постараемся чтобы все было так как мы задумали и конечно будут для вас все этапы ремонта снимает рассказывать мне самой очень интересно потому что вот у нас с мужем опыта покупки новостройки нет мы покупали вторичку да для себя а вот здесь родители мы купили новостройку и конечно одновременно это и волнительно и проблематично да все эти ремонты и закупки и прочее но в то же время и интересный и будет мне кажется очень такой классный опыт ну что ребят буду с вами на этом прощаться пишите комментарии что вы думаете вообще понравилась вам квартира или нет пока она конечно в таком состоянии но все равно я думаю что уже можно оценить да мне уже мои ждут на улице сейчас наверно пойдем в какой-то уже обжитой корпус погуляем там с детьми на детских площадках все эти ребят свои комментарии у кого есть опыт ремонта квартира в новостройках какие у вас были камни преткновения какие были проблемы на что стоит обратить внимание будет очень интересно почитать ваши какие-то советы и напутствия все на этом буду с вами прощаться всем пока пока